Выборы очень открытые. Очень много наблюдателей, международных, внутренних. Допущены практически все политические партии и движения к избирательным участкам. В стране есть свое внутреннее законодательство. Кто на что ссылается, каким нормам, кому-то хотелось что-то больше или меньше и так далее. Будет изменение в закон. Главное сегодня не то, что сколько таких было, 5 изменений, сейчас стало более демократично, 3 или 2 и так далее. Еще раз хочу сказать, что это свобода выбора. Поэтому кто на что ссылается, у него какие-то есть оппоненты, есть какие-то свои рассуждения, какие-то в контексте что-то говорит или посылается на какие-то отсылочные нормы и так далее. У нас, значит, наша законодательство соответствует, значит, международному, значит, комиссия, как правило, официанская есть, она, значит, посмотрела все. Не надо над ними задумываться, над санкциями. Значит, надо готовить качественную продукцию, чтобы она соответствовала ГОСТу. А кто имеет эту и производит, неважно, продовольственную или промышленную, или технологическую, если она имеет сегодня качество и доступна по цене, никакие санкции, никакие запреты не могут это дело остановить. Не будет прямого реэкспорта. Будет реэкспорт через другие страны, потребление там, все и так далее. Ну, например, вот Штаты ввели в свое время санкции на нашу продукцию и так далее. Но как поступали мы туда, качественно стекло, так и сейчас оно идет. А что касается, как бы, людей, которые там есть ограничения посещения Европы и так далее, ничего страшного. Это абсолютно. Значит, заняты в своей стране, занимаются своим делом, ну, меньше увидели, что-то снимается, кто-то переформатируется. Я не вижу этого вопроса. Такой сегодня внутренней потребности. Вот я хочу увидеть, я хочу знать, я хочу участвовать в этом. Такое я не вижу. Мы долгое время были пятой страной по товарообороту с Украиной. Впереди у нас Россия, значит, Германия, значит, ну, постоянно была Китай, значит, ну и Польша. Значит, вот мы где-то так, где-то 7% на украинском рынке составляли белорусские товары. Сегодня сложность, как с украинской стороны, так и с нашей. В чем? Значит, нет свободно конвертированной достаточной валюты в части того, что делать предоплаты. И гривна, и рубль в определенной степени девальвировался. Значит, ранее у нас были долгосрочные основы. Значит, на 5-3 года и так далее. Кредитные линии и так далее. Сегодня это, ну, несколько сдерживающий фактор. Почему? Потому что не знаем, что, как девальвируется национальная валюта за эти годы. Далее. Очень растут дебиторские задолженности. Смысл в том, что не полностью произведена оплата. И остается и тогда, значит, ну, дебиторская задолженность Украины сегодня перед предприятием Беларуси за 60 миллионов долларов. Рассчитывается, постепенно выходит с этой ситуации. Но главное здесь присутствует другое. Что мы понимаем, что наши традиционные отношения надо поддерживать. Сегодня не должно быть какого-то однополярного мира. Что я сказал, все остальные должны сказать. Вы сказали очень правильно. А надо, Генеральная ассамблея и ООН, значит, должны комплексно подходить с учетом каждой страны и его особенностей. Ну, смотрите, сколько сегодня беженцев, да? Значит, что? Сколько поломано жизней? Мы, кстати, даже вот, ну, действия, которые происходят и в Украине и так далее, уже более 150 тысяч переселенцев в нашу республику, которые сегодня мы даем там им учебу, даем работу, им бесплатное обучение, все и так далее. Так мы понимаем, что это временное, что и сколько беды и горе приносят вот такие, значит, действия. Поэтому призыв к миру, переговорному процессу, госостоянию. А еще раз хочу подчеркнуть, заботитесь о своем народе. И кого-то вот говорит, что того лучше, а у нас что-то хуже сравнивать нет. Мы бедная страна, которых нету больших полезных ископаемых, ни газа, ни нефти, ни золота и так далее, так. Но наше достояние, ценность, люди, нам удалось сохранить всю систему, которая была на качестве опускаемой продукции. Сегодня действуют утверденные, кому нравятся, кому не нравятся советские стандарты, их никто не менял, а это качество и так далее. И все равно, если даже вот кому-то, ну, не очень это понравится, оно все равно будет действовать. Делается красиво и качественно.